С рабочим визитом прибыли в Крым и сразу отправились в эпицентр трагических событий. Делегаты из Краснодарского края совместно с парламентариями республики возложили цветы к мемориалу жертвам 17 октября. Осмотрели центральный корпус колледжа. Затем посетили медучреждение, куда в злополучный день доставляли первых пациентов в больницу Пирогова. Ознакомились с условиями и уровнем оказания медицинской помощи. Побеседовали с медиками, выразили благодарность за квалифицированную работу. Мы одна страна, у нас одна судьба, одно прошлое, настоящее, я надеюсь, и будущее. Даже сомнений в этом нет. И вот та беда и горе, которое произошло здесь, оно нашло моментальный отклик в Краснодарском крае. Потому что буквально через считанные минуты губернатор выступил с обращением по поводу того, что Кубань готова оказать любую помощь, которая потребуется. Спикер парламента Владимир Константинов привез пациентам фрукты и соки. По словам председателя, в Государственном совете понимают необходимость законодательных инициатив с целью избежания повторения трагедии. Члены 29-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Краснодаре уже завтра ознакомятся с идеями крымских депутатов. Помимо этого, необходимы новые решения на уровне образования, для того, чтобы не допустить пробелов в воспитании детей, которым не хватает тепла, семейного очага. Этот человек замкнутый. Мы даже у детей спрашивали, вы его знали, вы никто не знает и не помнит. Это очень замкнутые люди, не обчителые. Один у матери, мать с ним не общалась. Вот в этой среде возникает проблема. Конечно, на ранней стадии можно пытаться отсекать таких людей, формировать какие-то группы, работать с ними психологами. Наверное, в этом плане надо как-то нам организовывать очень серьезную работу. Также участники встречи возложили цветы памяти воинов-героев, погибших в Великую Отечественную. У мемориала на горе Метридаты подписали партнерское соглашение. Сотрудничать намереваются, обмениваясь опытом в сферах бизнеса и туризма. Тарас Брезицкий, служба новостей и ТВ.